Где он? Так, можно и горячим Пока что там Еще нету Еще нет никого-то Так, вы зашли? Алло Да, почему вас не видно? Я неумелый пользователь Я вам говорил, когда заходить Так, сначала написать надо Написать, чтобы Свободен я или не свободен У нас тут занятое время Я же говорил Простите меня, грешного Ну ладно, простите Я говорил, так не делюсь, допустим Через две, через месяц, а тут Два дня прошло только, что у вас случилось? У меня ничего не случилось Вас не видно Не видно Что делать? Я бестолковый В этих компьютерах Вы под картинкой, там есть значки Видеокамера, значок есть На ее нажмите Она у вас перечеркнута Так, так, так Руководите мной Камера, камера Значок камера Да, такая, как бы Видеокамера такая Ну как, вот снимает в виде камеры С руки Вот такой значок А, так, так, так По-моему нахожу, да Включил Кто-то включил здесь Вот, вот сейчас Сейчас у вас Загрузится Всегда буду рад Видеть и слышать Это вас Валера Богомолов Беспокоит И стулы Да, я вижу Вы меня уже видите? Нет, не вижу Она не может вас взять Но видно, что вы уже Включили Вы знаете, я В этом ничего не соображаю В этих машинах Да, тут все соображать Только ткнуть и все Это парнокопытное Животное Может сделать Да, да уж Я имею дело С Игнатием Тихоновичем Что-то крутит Эта машина Ну да, вы сейчас Попробуйте Снова в нее ткните Чтобы она погасла А потом откройте Так У меня тут написано Разрешить Веб Скайпкам Использовать Веб Камеру Ну конечно Разрешаю А в чем дело-то? Ну вот тут Их четыре Пожал Четыре Кругляшка Вот Вот Теперь вас будет видно А у вас что-то темно Там освещения нету Так Совершенно Темная какая-то Ничего нету Вы там Зажгите свет-то дома Чтобы на лицо Попадало Кушаюсь Давайте Освещения нету Во Вот У нас все записывается Выставляется в интернет Вы не против? Нет не против Я вас слушаю Говорите Игнатий Тихонович Разрешите спросить вас Вы меня слышите? Я слышу Спрашивайте По делу По спасению души Так Так Только по спасению Как бы спастись Да Вы меня напугали Прошлый раз Ты повинен смерти Вы сказали Да Как так Любящий душу свою Погубит ее Да А ненавидящий душу свою В мире Всем Сохранит ее В жизнь вечную Вопрос Я ненавижу душу свою В мире этом Сохраню ли я ее В жизнь вечную Ничего не люблю От души И терпеть не могу То что из моей души исходит Так вот Об одном Молюсь Об одном молюсь Игнатий Тихонович Чтобы Как говорится Писание Человек душевный Не принимает Того Что от Духа Божия Ибо он Почитает это Безумием Скажите что-нибудь На эти слова Ну правильно На эти слова Только надо исполнять Вот если человек Пил Раньше Водку Там вино То я не буду пить Этого недостаточно Ты в воде Воздержание имей И деньги Которые Вы сводились Отдай на милостыню А не просто Я кулаками не машу Я не дерусь Раньше дрался Это хорошо Но ты теперь Позаботься о том Чтобы руки твои Работали для Бога За больными Где-то может надо Поухаживать Не просто так Я не делаю ничего А написано Кто разумеет Делать добро И не делает Тому грех Написано Да написано Поэтому не просто Сидеть сложа руки А чтобы они работали Для дела Божия Я не матерюсь Не материшься Это хорошо Но ты иди и проповедуй еще Теперь Потому что не занятым Сатана не терпит Природа не терпит Пустоты Ты обязательно Будешь наворачивать Что-то думать Тебе Пойдешь вопреки Надо ходить в храм Молиться Утренние вечерние Правила исполнять Акафис Просчитать В какой храм? Православный Московского патриархата Только безусловно В православии Будешь иметь спасение Мы православные Нам зачем других судить Если они церковь Они сами разберутся Но не к сектантам Не к баптистам Они не церковь Потому что они возникли Спустя 1600 лет А Христос создал ее В первом веке В Сеомской горнице Подождите пожалуйста О ком вы говорите? Поясните О сектантах О еретиках Баптисты Адвентисты Свидетели Иеговы О них говорю Я не еретик Я не адвентист Я не баптист Я ревнитель Слово Божие Так они тоже ревнители все Это все ревнители Кто таковы? Не нашел в них такого Но это вы не знаете их Еретики как раз ревнители А православные Ничего не знают Подождите пожалуйста Иудеи тоже в свое время По приходу Господа Иисуса говорили Это ересь Назарийская И что? Они ошиблись Мы знаем что Господь сказал им Ваш отец дьявол И вы хотите исполнять похоть отца вашего Какое преимущество быть иудеем? Во всех отношениях А главное в том что им верено Слово Божие Аминь Ну вот И скажите пожалуйста еще вам вопрос Почему В откровении Иоанна Богослова Я не нахожу Слово Христиане Ну и что? Ну не нахожу Ну почему вы должны находить то? И так понятно что пишет христианам Апостол Павел говорит в Антиохии Стали называться христианами Где они апостолов? Нам этого не хватает разве? Мне нет Ну все Чего в Библии нет А то мы не рассуждаем Говорит Златоуст Нам зачем голову-то забивать глупостями Написано что христиане Нам дал новое имя Нас зовут христиане Уважаемый исподвижник Божий Игнатий Тихонович Я к вам обращаюсь А не Как вы его называете там Иоанн Златоуст Я к вам обращаюсь Мне мертвецы не нужны Я к вам К живому человеку обращаюсь Я у него учусь Полвека у его ног сижу Так что от себя я сказать не могу Бог поставил его учителем Или их поставил пророками Апостолами А в третьих учителями А я не хочу Мало что ты не хочешь Значит ты не христианин Тогда если не хочешь Я нет Я нет не христианин Я всего лишь в начале пути Божия Ну давай будь как что есть сказали Переспрашивать не надо Потому что я утверждать ничего не буду Я ответил я в это верю Все Спорить не о чем Спорит тот кто ничего не знает А кто знает тот возвещает истину Если я сказал вам правду Это говорит Господь Иисус За что ж ты бьешь меня Да Да Игнатий Тихонович Я вас почитаю как Последнего из пророков Мне отрадно очень Есть такой человек На земле русской Который подлинно знает Писание Божие Я вам в прошлый раз говорил Игнатий Тихонович Что старцы не имеют для меня Никакого значения Никакого Ибо они преданием своим Устраняют заповедь Божию Апостол Павел говорит Кто не держит нашего предания Анапе моему Предание иудейское и предание христианское Павел говорит Если они не держат нашего предания То и не сообщайтесь с ними Зачем бы он это писал Это не иудейское предание Подождите пожалуйста Подождите Где это он говорит так Так иди сюда Сними у меня это Я буду громче говорить Сейчас Сейчас Подожди на Так направляй так чтобы было Так она что у меня Где это он говорит так Сейчас подожди Сейчас я скажу где вам Минутку Мне тут надо размонтировать Пройти Пожалуйста Сейчас Это мы сейчас покажем вам Вы только возьмите ручку Чтобы записать себе Я для чего это делаю то У вас все записывается В интернет И вы для себя возьмите Это в интернет одно Вам легко будет искать А потом люди посмотрят И я посмотрю и запишу Ну ладно Так то бы лучше было если записали И зайдите пожалуйста ко мне Так смотрите Второе послание фессалоникийцам 2.15 Записывайте Не надо Цитируйте Второе фессалоникийцам Цитируйте 2.15 Итак Братья Стойте И держите предания Не просто так А держите крепко Которым вы научены Или словом Или посланием нашим И дальше 3.6 стих Второе фессалоникийцам Завещаем 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 же вам братья именем Господа нашего Иисуса Христа Удаляться от всякого брата поступающего бесчинно А не по преданию Которое приняли от нас Если вы не с преданием А последнее общение Больше его не будет Заповедь Игнатий Тихонович И дальше Слушайте внимание Апостол Павел говорит так Что Это Необходимо знать Это Необходимо держаться И Дальше он пишет Тимофею Тимофей Первое послание 6.20 О, Тимофей Храни Преданное тебе Отвращаясь Негодного пустословия И прихословия Лжеименного знания Вот как Если мы не принимаем Предание церковное То это пустота Перед нами Стойте И держите Предание Которым вы научены Павел учил преданиям Это не еврейские предания А христианские Поэтому Евангелие от Матфея Написано Через 5 лет После Вознесения Христа И 5 лет Только передавали устно Предания это устные А потом записали Марка Через 7 лет Лука Через 15 лет А евангелист Иоанн Написал Через 35 лет Это 35 лет Он только преданием Пользовался Впрочем Вы имеете Помазание Святого Да И не имеете Нужды Чтобы Кто учил вас Как поступать Нравственно Или ненравственно Надо понимать о чем Не имеете нужды Чтобы вам говорили Курить Не курить Изменять жене Не изменять Об этом А не об учении В учении поставил учителей Не надо Божий дар С инищицей путать Игнатий Тихонович Разрешите Вторгнуться Господь Есть Дух А где Дух Господень Там Свобода Так давайте Свободе Говори А какая свобода Свобода в Духе Святом Когда Бог открывает Да И не требуется Чтобы учили Тебя за руку Бог ведет Показывает Нет А когда не знает Ничего Человек Вы же сами сказали Вы в самом начале А уже учителей не надо И куда вы забредете Ну прямо Прямо проступаете Вопреки предания Предания Нет Вам учителя не нужны Кроме апостолов Нужны Ну вот так Нужны Ну давайте мы Очень нужны Вы для меня Учитель Хорошо Слушайте внимательно Первое послание Коринфянам 12 глава 28 стих Он говорит И иных Бог Поставил церкви Во-первых апостолами Палец поджимать Во-вторых Пророками В-третьих Учителями Да Учителя это не апостолы Это Ян Златоуст Василий Великий Григорий Богослов Он их ставит Да Дальше Все ли апостолы Все ли пророки Все ли учители Апостолы И учители Это разные совсем категории И дальше Киписянам 4.11 И он поставил Одних апостолами Других Пророками Иных Евангелистами Иных пастырями И учителями Не пасторами Тут одной буквы видно Я за пасторов Ничего вам не говорю Нет я просто говорю Чтобы знали Учителями поставил Посмотрите Снова находим Учителя Это не апостолы А вы говорите Нам учителя не надо Свобода Вот в этом и свобода Чтобы избрать учителей А не за своим умом Неразвитым Куда-то идти Мне например Ничего не дано Я учил своих ног Я иду в школу Я учусь в училище Я все это С учителями Дело то имеют Они знают А я записываю Игнатий Тихонович Любящий душу свою Погубит ее А ненавидящий Душу свою В мире этом Ну всем Как вам угодно Сохранит ее В жизнь вечную Объясните людям О чем Господь Иисус Говорит А каким людям Я должен объяснять Где они эти люди Которые Нас смотрят Или будут смотреть Они Спросят Я им отвечу За них зачем отвечать Для этого Есть послание Апостола Который прямо показывает Что это означает Вот у нас Трехтомник И каждое слово Истолковано Блаженным Феофилактом В этом мире Люди когда любят И все потакает Своей душе Они губят ее А ты по-мирски Который что ценится то Отвергни Чтобы спасти ее Павел говорит Я умер для мира И мир для меня Мы два мертвеца И поэтому Никакого притяжения нет Да я мир ненавижу Поймите Я мир ненавижу И дела его Вы для меня Глаз вопиющего В пустыне Исправьте Господу Пути Сделайте Прямым Истезе его Да Вы для меня Глаз вопиющего В пустыне Такой фильм поставили У нас на сайте стоит И надо Игнатий Тихонович Не надо Фильмов Мало ли что там Режиссеры Измышляют Да не измышляют Про меня Документальный фильм Вы не поняли По мне фильм весь поставленный Он занял первое место Да не видел И не знаю Но вы зайдите На наш сайт Он стоит Он меня назвал Глаз вопиющего Там нету Режиссеров никаких Он прямо снимал В лагере Снимал в деревне у нас Документальный фильм Занявший первое место В России Документальный фильм О православии А второй тоже сняли Пречувствие Первое место На международном киноконкурсе Документальный На нашем сайте Все это Это не игрушечные Награды Что-то заклинило тут Все наверное сегодня Не слышно больше ничего Валерий Ничего не слышно Все пропало Все Так все Уходим Валерий 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 Продолжение следует...